Сегодня в нашей программе. Как экономить с помощью времени? Каждый потребитель на сегодня заинтересован в вопрос экономии собственного кошелька. Копейка рубль бережет. Мнение профессионалов. Меняем освещение светодиодное ставим, то есть минимум потребления, меньше нагрузка на провода. Пенсионерки. В жизни много есть всяких мелочей, на которых можно сэкономить. И молодого специалиста. Это та тенденция, к которой должна стремиться современная молодежь. Время идет, все меняется. В нашей жизни появляется множество различных гаджетов. Растет и количество энергопотребления среди населения. Но за комфорт приходится расплачиваться гибелью лесов и затоплением городов, своим кошельком в конечном итоге. Но в виде времени можно разумно распоряжаться. С 1 июля 2019 года у потребителей появилась возможность снизить платежи за электроэнергию с помощью времени суток. Если до этого момента у нас действовал тариф двухзонный, то сейчас мы предлагаем потребителю на право выбора трехзонный тариф. Причем стоит отметить, что на сегодня у каждого гражданина появляется право выбора, исходя из того, что готов ли он выполнить некоторые мероприятия по переносу своей нагрузки в часы минимальных нагрузок системы, способствовать энергосбережению как в системе в целом, так и у себя дома. Новым дифференцированным тарифом на электроэнергию могут воспользоваться граждане, проживающие не только в квартирах, но и в индивидуальных жилых домах. При этом в выходные и праздничные дни применяются тарифы, установленные на период минимальных нагрузок. Дополнительные тарифы, что позволяет сэкономить нашим гражданам. Введена трехзонная тарификация. В чем заключается? Есть периоды. Для жилых домов, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, период минимальных нагрузок составляет с 23.00 до 6 утра. Период максимальных нагрузок составляет, временной период у нас с 17.00 до 23.00. И остальное время суток с 6 утра до 5 вечера, то есть до 17.00. Что это позволяет? Гражданин сам выбирает, когда ему использовать свою электрическую энергию для бытового потребления и уже тем самым варьировать платежи свои. Если сейчас взять такую аналитику, провести, насколько выгоднее, да, с базисом сравнить, то я могу так сказать. В трехзонной системе есть зона минимальных нагрузок. Это с 23.00 до 6.00 утра. И стоимость одного киловатт-часа на 40% ниже базового тарифа. В зоне максимальных нагрузок, это с 17.00 до 23.00, там тариф выше стоимость одного киловатта на 80%. Но и остальное время, остальное время, это основное наше время, там, в принципе, ниже базового тарифа на 30%. То есть в любом случае, если человек минимизирует потребление в часы максимальных нагрузок, это уже будет приводить к экономии по сравнению с базовым тарифом. Это однозначно. Если предложения для вас оказались привлекательными, необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию и написать заявление. В Гомеле она находится по улице Моисеенко-3. Выезжают наши специалисты, производят параметризацию средства расчетного учета, заключают доп. соглашение, и дальше уже производятся расчеты. На часам гражданин снимает показания со средства расчетного учета и производит платеж. Кроме того, для осуществления дифференцированного расчета необходимо наличие многотарифного электронного прибора учета электроэнергии. Его электронная начинка программируется под конкретный часовой режим. Такие электрощетчики производят и модернизируют в рамках государственной программы на предприятии «Энергосбыт». Данные приборы являются наиболее защищенными от хищения электрической энергии. Тем более используется старый корпус. Мы не вывозим на мусор, не уничтожаем экологию. Используем старый корпус, который достаточно крепкий и выдерживает все необходимые параметры. Счетчик получается дешевый и в то же время достаточно эффективный. Использование радиомодема позволяет дистанционно связаться с ним. Контролеры подъезжают и снимают дистанционно. Так и объединив их в систему АСКУЭ, при которой опрашивается целиком дом и передается все это в банк к оплате. Важно отметить, что однотарифные приборы сейчас применяются в гаражных и дачных кооперативах. А выезд мастера на дом, установка многотарифного электронного счетчика производится бесплатно. Причем потребитель всегда может дать обратный ход, если в какой-то момент он передумал пользоваться новой услугой. Поступило порядка 40 заявок на переход на новый дифференцированный тариф, который используется с 1 июля 2019 года по трем временным зонам. Из них порядка, ну больше 30 абонентов мы уже запрограммировали на этот тариф. В основном используют тариф люди, которые уже попробовали дифференцированный по двух зонам тариф. Им выгоднее использовать электроэнергию в часы минимума нагрузок энергосистемы. В основном пенсионеры или люди, у которых режим жизни таким образом складывается, что в период с 5 до 10, когда у нас основное население возвращается с работы, и используют электроэнергию, допустим, эти люди могут работать или, допустим, отсутствуют дома. То есть им очень выгодно получается в плане сниженных тарифов. Поменяли лампочки, да, осветительные. Ну и тем не менее стараемся меньше включать. Вышли, выключили, зашли, включили. Вы приберели счетчик с возможностью подключения дифференцированного тарифа. Ну вот, замечательно. Спасибо. Очень приятно будем работать. Поэтому, если вам необходимо будет воспользоваться, пожалуйста, рассмотрите это предложение наше. Служба вам запрограммирует счетчик на нужный тариф, и вы будете пользоваться на свое усмотрение. Замечательно. Очень удобно. Спасибо. Люди настороженно порой относятся к каким-то явлениям, хотя я могу сказать, что еще лет 10 назад в Европе уже активно использовали и дифференциацию тарифов, и возможность, да и уровень автоматизации, он уже совершенно другой, согласитесь. Сейчас уже умудряются без всяких проблем с помощью смартфона управлять, стиралкой, посудомоечной машиной, освещением. То есть умный дом, наверное, он где-то рядом идет вместе с технологиями дифференциации. Поэтому, наверняка, это будущее, потому что энергетики заинтересованы в том, чтобы естественным образом сгладить график нагрузки, сгладить. И мы будем в перспективе предлагать то, что нам выгодно. И, наверное, это все-таки компромисс двух сторон, да, потребительной, расснабжающей организации, и при этом мы достигаем своих каких-то экономических эффектов. Поэтому, ну, все равно это направление развития, и мы его уже не остановим, наверняка. Есть множество простых способов экономии электроэнергии в быту. Причем многие из них просто лежат на поверхности. Об этом говорят специалисты. Банально меняем освещение светодиодное ставим, то есть минимум потребления, меньше нагрузка на провода. Современную технику всю бытовую покупаем, то есть классные разбережения у них. А плюс получается, ну, приличная экономия. У меня даже с электроплитой дома более качественно, по сравнению с той плитой, которая была при установке в доме, в разы меньше потребления получается. То есть, да, я даже в 300 кВт, по-моему, не экономия практически, влаживаюсь в 300 кВт и зря месячная без проблем. По теплу, ну, зачастую, я бы, наверное, даю такой, знаете, масштабный совет. Ты часто видишь, когда там открывают форточки, да, там идешь и видишь там, 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 там открыты форточки. Это говорит о том, что надо наладить систему отопления. И второе, надо тоже очень внимательно относиться к местам общего пользования. Потому что мы за них платим, и за освещение, и за лифты, и за все. Поэтому, если свет включен, в доме нет еще системы автоматического включения, то, конечно, можно дать рекомендацию и тем организациям, которые эксплуатируют. Наверное, это все-таки некая культура, да, культура жизни граждан, причем с таким более внимательным отношением к потреблению. Пересмотрев свои привычки и поведение в повседневной жизни, можно значительно снизить потребность в энергии. И это вовсе не означает ухудшение жизненного стандарта или отказа от комфорта. Так считают и в семье Гамзюковых, которая проживает в типичной новостройке. О том, как экономить на жировке, впервые задумались год назад, так как необходимо выплачивать кредит за квартиру. После окончания БГУ в прошлом году Ироника вернулась на малую родину в Гомель и сейчас осваивает профессию тележурналиста. Чтобы машина экономила тепло, условно говоря, то желательно одну стирку за одной проводить. Тогда машина как бы экономит тепло и уже выходит попроще. Ну вот если у нас большие стирки, там прям очень много вещей надо постирать, тогда уже одну за одной закидываю, чтобы было проще. Перешли с электрического чайника на чайник такой, который греем на газу. Воду не наливаем прямо под завязку. Мы наливаем ровно столько воды, сколько можем за один раз выпить. Опять же, экономия газа и экономия воды. Заменили лампочки на электросберегающие. На кухне, также в прихожей и в жилой комнате. У нас холодильник стоит не возле плиты, не возле батареи. А он у нас стоит далеко от плиты и батареи. Этим тоже способствует энергосбережение. Потому что размораживать часто его не приходится. И техника, хоть уже и довольно-таки она у нас не новая, но вся класса А, энергосберегающая. Первые итоги, можно сказать, превзошли все ожидания. Расходы на коммунальные платежи снизились почти вдвое. До того, как мы начали экономить, у нас выходило в месяц примерно 140-130 киловатт электроэнергии. И также вода получалась у нас на человека 4 куба. А тогда получалось примерно по 6-7 кубов на человека у нас уходило. Электроэнергия у нас сейчас уходит примерно 80 киловатт в месяц. Это при том, что у нас два ноутбука. В жизни много есть всяких мелочей, на которых можно сэкономить. Это не забывать выключать свет, бездумно не лить воду, поменять, как я уже было выше сказано, лампочки, электрочайник. Экономия получается, пусть не настолько значительной, но все-таки экономия. За те несколько лет, что я придерживаюсь таких, скажем так, экономически выгодных решений, я сделала для себя уже вывод, что экономить – это круто, здорово. И это та тенденция, к которой должна стремиться современная молодежь. Вопросы ресурсосбережения с каждым годом становятся все актуальнее. Благополучие человечества в будущем во многом зависит от того, насколько эффективно используются природные ресурсы. От того, какой выбор мы сделаем сами. И это решение целого комплекса экономических и экологических проблем. Об этом и новый указ президента Республики Беларусь номер 327 о повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов. В документе прописаны условия и механизмы участия собственников жилых и нежилых помещений в финансировании энергоэффективных мероприятий, то есть мер по снижению потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, сокращению затрат на отопление и повышению потребительских характеристик таких домов. Более подробно в следующем выпуске программы «Эконом». Редактор субтитров А.Семкин